Добрый день, уважаемые цветоводы! Сегодня поговорим с вами о весенней подкормке роз. Как раз таки в конце весны необходимо создать для роз оптимальные условия в питании, так как розы набирают силу, появляются новые побеги, корневая система нарастает, скоро начнут появляться бутоны и наступит цветение. Именно поэтому розы нуждаются в усиленной подкормке. Чем же можно подкормить садовую красавицу? Во-первых, хочу вам сказать, что существует два вида подкормок. Это внекорневая, то есть по листовым пластинкам. Но для северных регионов, там где полностью листья еще не распустились на розах, такую внекорневую подкормку провести вы, конечно же, не сможете. Поэтому второй вид подкормки, корневая, как раз таки для вас. Корневая подкормка – это подкормка, которая обеспечит на длительный период времени весь необходимый комплекс питания для ваших растений. Что же нужно в обязательном порядке учитывать? Во-первых, подкормку мы проводим в тот период времени, когда температура почвы установится хотя бы 7-8 градусов по Цельсию. Тогда будет лучше усваиваться все питательные вещества, которыми вы пополняете почву, и которые будут хорошо всасываться корневой системой. Свои розы я на зиму делала для них сухое укрытие и мульчировала почву торфом. Поэтому ранней весной, после того, как сошел снег, я вот эту мульчу в виде торфа, который, кстати говоря, подкисляет почву, начал раскислять при помощи золы. Один стакан золы на один большой куст. Кроме того, подкормка может осуществляться как минеральными, так и органическими удобрениями. Кстати, роз это особенно касается, потому что необходимо чередовать органику и минеральные удобрения именно для этих растений. Но весной, во время весенней подкормки, я рекомендую использовать все-таки минеральные удобрения. Их можно использовать в виде сухого, рассыпав вокруг куста и замульчировав почву, заглубив их приблизительно на 5-6 сантиметров. Можно применять жидкие удобрения. В общем-то, эффект будет практически одинаков. Что же мы можем использовать в качестве удобрения для вот этой садовой красавицы? Итак, вот здесь у меня удобрение. Оно универсальное. Удобрение, в котором находится одинаковое количество азота, фосфора и калия. 16, 16 и 16. И плюс ко всему еще сера. Очень важный элемент для любых растений, не только для роз. Достаточно 20-25 граммов, то есть 1 столовой ложки для одного взрослого куста. Кроме того, можно использовать жидкую форму удобрения. Ну, например, Аквагрикола для комнатных и садовых роз. Здесь находится дозированный стаканчик. Очень удобно им пользоваться. Содержит это удобрение азот, фосфор, калий. Также гуматы натрия. Гумат натрия и 6 микроэлементов. Бор, медь, цинк, марганец, железо и молибден. Значит, в одном литре воды достаточно развести для корневой подкормки 10 миллилитров препарата и хорошенечко пролить. Это для большого куста. Для кустов, которые вы посадили год-два назад, количество вот этого удобрения вы уменьшаете. Хотя бы наполовину. Если вы приверженец органики, то в весенний период времени, конечно же, можно подкормить любым органическим удобрением. Таким, как куриный помёд, навоз. Развести, соответственно, 1 к 15 или же 1 к 10. Но можно также провести и такую комплексную подкормку. Ну, например, вот ту же агриколу. Любимый напиток для растений, для садовых роз. И скомпоновать её вместе с таким удобрением, которое называется радуга. Радуга-удобрение, которое способствует образованию бутонов и обильному цветению. Это органоминеральное удобрение. То есть, два колпачка вот этого удобрения и 10 граммов агриколы вы разводите в 10 литрах воды и проливаете свои растения. Что надо сказать, что после того, как вы ваши растения пролили или же удобрили, в обязательном порядке вы мульчируете почву. Для того, чтобы не было большого испарения и для того, чтобы не образовывалась вот эта вот поверхностная корочка на поверхности почвы. А вот такие нюансы подкормки в весенний период времени. О следующих подкормках мы будем говорить в следующих наших видео. Если видео было для вас полезно, ставьте палец вверх, комментируйте, жмите на колокольчик и, конечно же, подписывайтесь на канал. Спасибо. Спасибо.